Друзья, меня зовут Светлана, я Agile Coach и сертифицированный практик по сейф. И в этом видео я хочу вам рассказать про изменения, которые произошли в новой версии сейф, а также поделиться своими мыслями на эту тему. Как вы, наверное, знаете, примерно месяц назад вышла новая версия сейф. И если вы хотите прям быстро-быстро прочитать, что там нового произошло, без просмотра долгого, возможно, видео, то я вам советую нажать на вот эту вот ссылку, зайти на сайт scale.jalframework, нажать на вот эту ссылку what's new in save 6.0, и вот откроется такая статья, и вы быстренько все прочитаете самостоятельно. И тогда вам не нужно будет смотреть мое видео. Это для тех, кто хочет быстро, сразу и так это по верхам. Вот. Я буду немножко медленнее идти и, так же, как я и сказала, уже немножко говорить о том, как я отношусь к этим изменениям, которые произошли в сейфе, и давать еще какую-то сопутствующую информацию на эту тему. Ну, в целом, вот в этом вступлении я хочу сказать, что хорошо, что сейф меняется. Мне нравится, что происходят изменения в фреймворке. И сейчас на экране вы видите уже новую, так называемую, big picture сейф. То есть это, ну, схема сейфа, изображение сейфа, вот, актуальное на текущий момент. Той версии, которая вышла примерно месяц назад. И эта версия отличается от предыдущей версии. Если вы хотите посмотреть, как выглядела прошлая версия, то вы можете зайти на сайт V5, то есть версия 5, scaledagileframework.com и посмотреть, как выглядела прошлая версия, возможно, более для вас привычная. Если вы используете сейф, если вы читаете материалы по сейфу, то эта версия по-прежнему доступна онлайн. И вы можете, в общем-то, если у вас используется сейф в организации, вы используете его, может быть, в своей команде, в своем арте. То же самое, вы можете кликать на статьи версии 5 и смотреть, как это было. Вот, но мы будем говорить о новой версии. Да, хорошо, что изменения происходят, потому что изменения происходят в бизнес-среде, вокруг нас, и неплохо, что рабочие процессы, которые используются для поставки бизнес-ценности, тоже меняются в соответствии с контекстом. Также в этом вступлении я хочу вам напомнить о том, что скейлт-аджайл фреймворк, несмотря на то, что он содержит в своем названии слово фреймворк, все-таки больше похож на базу знаний, честно говоря. Такая совокупность связанных между собой практик, подходов, которые не всегда обязательны к использованию, которые не всегда, возможно, очень сильно детально проработаны. Связь между некоторыми практиками тоже порой не всегда очевидна. Но опять же, скейлт-аджайл, то есть организация, которая является поставщиком сейфа, создателями сейфа, они устраняют какие-то недочеты в этом, назовем это фреймворке в данном случае, фреймворке, и от версии к версии он становится более точно согласованным. Но опять же, советую вам использовать сейф-фреймворк действительно как базу знаний. Если вы какие-то отдельными практиками пользуетесь в организации сейфа, ничего страшного, вы можете зайти на сайт, вот на эту big picture, посмотреть, найти здесь практики, которые используете вы, например, DevOps, может быть, вы используете, или дизайн мышления, то есть кликнуть на соответствующую статью, нажать, и посмотреть, как эта практика может быть связана с другими практиками сейфа. В текущей версии сейфа произошел ряд изменений, которые затронул, в общем-то, можно сказать, что весь фреймворк. Мы про эти изменения, я про эти изменения вам расскажу позже в этом видео. Но помимо того, что произошли как бы изменения в содержательной части в Skelet Agile Framework, также обновилась платформа. Если вы работали с сейфом в качестве тренера, например, и даже если вы были просто участником тренингов, вы заходили на платформу, вы использовали раньше в пятой версии комьюнити-мембер-логин, то сейчас это все переместилось в сейф-студию, тоже здесь есть мембер-логин, и теперь сильно поменялось дизайн, как бы не только вот этой картинки, но и самой этой студии. То есть переделали еще и платформу рабочую. Также Scaled Agile выпустили к тренинге на дополнительных других языках. Они и так были, да, раньше, но они сейчас, правда, эти ли основные тренинги актуализировали их на семи, по-моему, языках. Там бразильский, испанский, китайский, корейский, еще какие-то. То есть, ну, так очень большую работу, мне кажется, проделали. И также, да, содержательных изменений тоже немало, которые существенно затрагивают весь фреймворк. Например, исчезло слово «программа» из терминологии, и все статьи, которые сейчас присутствуют в Scaled Agile фреймворке версии 6.0, уже актуализированы в соответствии с этими терминологическими изменениями. Куда я все это веду? Как я и говорила, я буду тоже немножко рассказывать про свои мысли на тему этих изменений. И вот когда я апгрейдила свою сертификацию Safe 6.0, сертификацию SPC, я, конечно, очень удивилась такому большому объему изменений, которые Scaled Agile сделали за один раз, учитывая то, что все-таки Scaled Agile занимается аджайлом. И как бы, ну, очень крайне нам всем рекомендует использовать такой итеративно-инкрементальный процесс при создании изменений, при создании продуктов, бизнес-решений. И тут так много всего сразу. Ну, с одной стороны, это классно, это как-то так воодушевляет, что такое новый релиз, хочется сразу посмотреть, что там, где там, как изменилось. То есть такой большой объем, он как-то вызывает много интереса сразу. Ну, с другой стороны, и... Не знаю, я, может быть, как вот и тренер, как практик бы предпочла, чтобы все-таки эти изменения были более планомерными. Я не скажу, что все тут абсолютно новое. Да, были уже статьи, в которых появлялись вот эти изменения в сейфе, были подкасты, они выпускают их регулярно про бизнес-аджилити, где можно было уже увидеть, что, ну, куда движется, например, что будет там больше уделяться вниманию Flow, будет больше уделяться вниманию Value Stream. Вот. Но все равно, то есть за раз так много изменений сразу, мне кажется, можно было бы сделать немножко по-другому, учитывая того, что мы находимся, ну, как бы, в контексте аджайла, в контексте таких небольших шагов с обратной связью регулярной, такой постоянной адаптацией того, что мы выдаем на рынок и той обратной связи, которую мы получаем. Мне было бы так комфортно, как тренеру, если бы эти итерации происходили регулярно, потому что была вот версия тренинга, например, 5.0, 5.1, 5.1.1, по-моему, даже 5.2 что-то было, ну, то есть, так это, а потом так раз, и так вот шестая версия вышла. Ну, посмотрим, что в этой шестой версии, разберемся с вами. Значит, я тоже, когда стала апгрейдить свою, на шестую версию переходить, тоже стала смотреть, где какие ресурсы есть, что почитать, что посмотреть. Я при этом, ну, предпочитаю в первую очередь смотреть официальные ресурсы, то есть то, что у нас расположено на сайте ScaleTagile Framework. Вот, здесь читаю, смотрю. Также я нашла такой сайт, сейчас я вам покажу его, вот этот вот сайт, ScaleTagile, просто я его как-то не видела раньше, ну, возможно, я просто его не видела раньше, он, возможно, уже и был, вот, и здесь есть тоже статьи, здесь есть тоже информация про изменения, вот, его тоже можно зайти посмотреть, это официальный сайт ScaleTagile.com, вот, здесь есть статья, именно посвященная изменениями, вот это изменение, которое вышло в марте, его тоже можно полистать, если вам интересно углубиться, и я лично люблю, как бы, с разных сторон смотреть какие-то вот изменения, если что-то новое где-то мне надо изучить, то есть, не только вот одну статью, например, прочитать и считать, что я все знаю, ну, это мой такой подход, вот, разные ресурсы использовать, опять же, сначала официальные, то есть, сначала то, что вот предлагает мне ScaleTagile. Значит, то есть, помимо вот Big Picture, помимо вот этой вот статьи, про которую сказала, вот, New InSafe 6.0, да, вот эта статья, здесь перечислены изменения, их всего 6, и вот здесь они достаточно так, ну, в какой-то степени подробно описаны, тоже позже, в своем видео, я буду о них говорить, если вам уже не терпится, уже можно идти на эту статью и уже смотреть. Так, значит, этот сайт я вам показала, и дальше я крайне рекомендую вам посмотреть видео, посмотреть видео с официального канала ScaleTagile, то есть, если вы смотрите мое видео, значит, этот канал информации вам не чужд, значит, вы в целом, как бы, используете YouTube для своего обучения, смотрите какие-то видео, вот, зайдите на этот канал, посмотрите, значит, видео, которое называется What's New InSafe 6.0, да, то есть, здесь собраны кратко тоже изменения, ну, вот, 40 минут на английском, ну, по сути, рассказывается то, что написано в статье, вот, в этой вот, What's New InSafe. Дальше, я рекомендую вам послушать видео Scaled Agile, мартовский, вот этот релиз, Scaled Agile March Product Launch, то есть, это видео сделано в формате интервью от создателей сейфа, то есть, они, как бы, друг с другом общаются, рассказывают про эти изменения, ну, как бы, с разных сторон, каждый какую-то свою, там, часть освещает, ну, такое более живое, что ли, потому что там уже несколько человек участвуют. Также, если у вас есть вопросы на тему апгрейда сейф, посмотрите вот это вот видео, How to upgrade safe in five steps, safe 6.0 in five steps, вот оно коротенькое, две минуты, в принципе, оно отвечает на вопросы, как проапгрейдиться до шестой версии и посмотреть, как это реально выглядит. Еще я рекомендую посмотреть подкаст, я вообще рекомендую вот этот бизнес-аджилити подкаст, если вы его не видели на сайте, сейф он есть, на платформе сейф он есть, и также он есть у них в Ютьюбе, у них достаточно много видео этого подкаста, но вот это конкретное видео, это разговор двух специалистов по сейфу, двух экспертов по сейфу на тему изменений в сейфе шестой версии. Тоже мне понравилось, я с удовольствием его послушала, то есть они, как я с вами, делятся своими мыслями на тему изменений, то же, что им нравится, что может быть ожидали они, что соответствовало их ожиданиям, что не очень и так далее. Тоже, если у вас время есть, и вам интересно, это тоже посмотрите. Так, еще, знаете, есть такая статья на тему апгрейда, тоже на support.scale.gill.com Здесь про именно апгрейд. Вы тоже можете открыть эту статью, тоже почитать ее, посмотреть, что, каким образом вы можете проапгрейдить, если у вас пятая версия сертификации, если у вас четвертая версия сертификации, текущая, да, вы хотите 6.0 сертификацию, тоже можно изучить эту сертификацию, посмотреть. Это был фрагмент о том, где, какие ресурсы использовать для того, чтобы больше узнать про новую версию Safe. Если вы, как и я, любите то, что вас интересует, рассмотреть с разных сторон. И также я могу вам порекомендовать после, когда вы посмотрите вот эти официальные видео от Safe, Scaled Agile, почитать официальные статьи, послушать каких-то других тренеров, может быть, не обязательно с Scaled Agile, каких-то тренеров, которые тоже аккредитованы, сертифицированы, которые выкладывают видео, как и я, на тему изменений в Safe, это всегда тоже полезно, разные взгляды, разные люди обращают внимание на какие-то разные аспекты. Вот. Ну, в первую очередь, я опять же советую вам посмотреть официальные ресурсы. Меня часто спрашивают, когда я консультирую команды или индивидуально по Safe, спрашивают, что почитать по Safe, что посмотреть по Safe. я всегда очень рекомендую начинать с Big Picture, Safe с официальных источников, но люди все равно часто спрашивают, а что еще, что еще, мне, конечно, хочется сказать, ну, неужели вам тут мало, тут просто столько информации, тут все кликабельно, вот, хотите узнать про Flow, что это такое, кликайте, смотрите статью. Мне кажется, что в целом, конечно, вот, и чем плохо, когда большой объем информации выкладывается где-то сразу, то люди испытывают очень много тревоги и, возможно, из этой тревоги они могут как-то сфокусироваться и поэтому, ну, как-то начинают бродить вокруг до около, читать какие-то сторонние ресурсы, где-то какие-то выжимки, которые не всегда корректны, которые неофициальные, да, и могут от этого какое-то у них быть немного ошибочное представление об изменениях и о самом фреймворке, поэтому, опять же, рекомендую вам официальный сайт, официальные материалы. Да, и, значит, про апгрейд тоже вопросы возникают, то есть, допустим, я сейчас вот к следующей части перейду, я рассказала про ресурсы, да, где почитать про изменения, которые в сейфе произошли, сейчас расскажу немножко про сам апгрейд на шестую версию. Вопрос, который нередко задают, что если, допустим, просрочена лицензия, то есть, не сертификация, но лицензия, которую нужно обновлять раз в год, то можно ли при помощи апгрейда на новую версию автоматически продлить лицензию? Нет, так нельзя сделать. То есть, у вас просто есть лицензия, она дается вам год на год, и если будут новые версии сейфа выходить, вы можете в рамках этой лицензии апгрейдиться. Но если она у вас закончилась, эта лицензия, вам нужно купить ее, новую лицензию, в соответствии с тем тарифным планом, который вы используете, и тогда вам будет доступен апгрейд. А вот. Апгрейд происходит довольно просто. Я вам сейчас показываю вот свой, так называемый, лернинг план, да, по апгрейду, он выполнен у меня, но у меня это апгрейд для SPC и Safe Practice Consultant, раньше был программ, сейчас practice, сейчас мы к этому тоже перейдем, моменту. Вот. У меня есть тест, если вы не SPC, то у вас теста не будет, то есть вы просто пройдете, как обычно, как после вот сертификации, которые вы уже проходили, вы пройдете модули, которые состоят из текста, из тестов внутри этих модулей, коротеньких очень тестов, и из видео вы их все вот просмотрите, в принципе тайминг здесь довольно корректный, то есть примерно столько занимает времени, и у вас сертификация проапгрейдится с пятой версии на шестую версию. Если у вас сертификация SPC, вам нужно будет пройти тест, но прелесть этого теста в том, что можно проходить любое количество раз, просто вам нужно, чтобы у вас вы выбили сто очков, то есть его нужно сдать на сто баллов, все на все вопросы ответить сто процентов. Опять же, если вы SPC, если вы не SPC, то вам этот тест вообще проходить не надо. не знаю, будет ли он у вас в learning плане, если он у вас будет, но необязательный, я тоже могу вам посоветовать его пройти, ну так, просто закрепить знания, скажем, все равно это не повлияет, а то дадут вам этот апгрейд, или не дадут, вам дадут, если вы просто пройдете все эти материалы, которые вам нужно изучить. Вот. Значит, рассказала вам про то, где можно почитать, что посмотреть про новую версию, рассказала про апгрейд. Значит, что касается того вообще, кому может быть полезно это видео, мне кажется, тем, кто в первую очередь использует сейф, если вот сейчас я буду дальше говорить про изменения, соответственно, если вы не используете сейф, вам это видео будет бесполезно. Если вы используете также отдельные практики из Келт-Аджайла в фреймворке, вам тоже это видео будет полезно. Если вы используете какие-то практики из Аджайла, вы, скорее всего, эти практики также можете увидеть в сейфе, даже если вы не знаете, что вы используете сейф, такое может с вами произойти. Вот, например, да, вы смотрите на вот эту Big Picture и видите сейф-скрам, скрам для вас знакомое слово, и, возможно, вам тоже будет полезно послушать это видео, потому что вы можете как-то по-новому взглянуть на какие-то практики, подходы, которые вы используете. Может быть, их тоже нужно актуализировать, может быть, их тоже нужно проапдейтить. Да, я хочу обратить ваше внимание, буду показывать тоже этот Big Picture, будет у вас на экране, и обратите внимание, что я использую конфигурацию Full. Здесь есть разные конфигурации сейф. У меня есть кратко о них, в том числе о них, видео. Раньше на канале записывала, вот, можете посмотреть. Вот, а сейчас это Full конфигурация, поэтому, если вдруг у вас что-то отличается от того, что видите у меня на экране у себя, возможно, у вас просто другая конфигурация, вам нужно перещёлкнуть вот здесь, вот, табы. То есть, да, полезно будет тем, кто так или иначе как-то использует сейф в той или иной степени. Вот, не будет полезно, если вы не знаете, что такое Scale-Tagile Framework. Я не буду здесь углубляться именно в обзорную его часть. Опять же, есть видео на канале, есть видео на Scale-Tagile, можете посмотреть, о том, что это такое, если вы планируете его вдруг начинать использовать. Дальше, значит, что делать с этими изменениями? Вот, вы узнали, что вышла новая версия 6.0, послушали моё видео, почитали статьи, там, послушали видео другие, как бы, как с ними обойтись. если вы используете отдельные практики, посмотреть, как бы, упоминаются ли эти практики вот в этих вот обзорах, затрагивают ли эти изменения, которые произошли в сейфе, в вашей практике. Опять же, ну, специалисты по сейфу, которые занимаются, методологи, которые пишут этот фреймворк, описывают, конечно, они думают о том, как практики согласуются друг с другом, какие тенденции есть мировые, что работает, что нет, они регулярно собирают обратную связь от клиентов, у них много очень кейс-стадис, описанных на платформе Scale Tagile Framework. То есть, это всё можно, ну, как бы, посмотреть, и, ну, это некое вселяет доверие, что не просто так они делают эти изменения, потому что им нужно выпускать новую версию и поддерживать к себе интерес тем самым. Хотя, я думаю, что не без этого, конечно. Вот. Тем не менее, если вы используете какие-то практики и вы видите, что эти практики в сейфе как-то поменялись, да, то, возможно, вам стоит уделить внимание этим изменениям и посмотреть, может быть, и вам тоже стоит их изменить. Поэтому, если вот вы изучили все изменения, которые вышли в новой версии сейфа, и, если вы видите, что необходимо у вас что-то менять в вашей внутренней методологии, если ваша организация работает по сейфу, ну, вам нужно собраться с практиками сейфа, с теми людьми, которые занимаются методологией сейфа у вас в организации, это может быть какой-то центр компетенции, это может быть лейс, который используется в сейфе. То есть, обсудить, опять же, эти изменения, внедрить эти изменения или начать внедрять эти изменения. То есть, ну, как бы не отмахиваться от их. Да, здесь объем может быть большой за раз это все понять, но, в общем-то, если вы уже сейф используете, вас не напугать большим объемом информации. ну что ж, перейдем на этом, так, вступительную часть я завершаю, давайте перейдем конкретно к изменениям, вот, на основе этой статьи я буду идти и говорить о том, что поменялось, то есть, шесть есть основных изменений в сейфе, которые мы сейчас более подробно рассмотрим. Первое изменение или первая тема, как эти изменения называются в сейфе, касается усиления основ бизнес-адаптивности. Я использую адаптивность для agility, но многие используют гибкость, но мне кажется, что адаптивность больше подходит по контексту в качестве перевода, но в целом, если вам нравится, вы можете заменять это для себя на гибкость. Так вот, первое изменение касается усиления основ бизнес-адаптивности. Давайте посмотрим конкретно чего именно. Значит, появился у нас такой поток ценностей, который называется бизнес-адаптивность. Несмотря на то, что мы говорим здесь про основы, вот первая тема касается основ, но вот этот вот поток ценностей бизнес-адаптивность, можно его так назвать, да, он как бы вверху находится, меня немножко это смущает, как бы когда говорим про основы, там действительно есть часть, которая внизу, и мы про нее поговорим чуть позже, потому что будет два аспекта вот этого усиления основ, но как бы в данном случае потолок укрепляется и пол укрепляется, ну, может так, мне так проще было самой запомнить, может и вам так будет проще. так вот, если мы кликнем на вот эту вот часть, которая у нас сверху, этот шеврон такой, этот поток ценностей, который называется бизнес-адаптивность, то мы перейдем на статью и можем конкретно посмотреть, как сейчас сейв предлагает усиливать бизнес-адаптивность, укреплять ее. и если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы, наверное, помните, что вообще вот использование сейв в целом, оно как раз-таки направлено на даже не усиление бизнес-адаптивности, на создание бизнес-адаптивности, поддержку бизнес-адаптивности всей организации. Вот, и если вы помните тоже, если вы смотрели предыдущие видео, я там показывала, вот, что в разных конфигурациях бизнес-адаптивность может или не может быть достижима. Допустим, если вы используете базовую конфигурацию, там нет бизнес-возможности как бы стать всей организацией бизнес-адаптивной. Если вы используете large solution, тоже нет, портфолио есть и full-версия есть. Вот, я скажу позже, почему это важно вот сейчас мне об этом упомянуть. Значит, в том же, по-моему, видео, где я рассказывала про эти конфигурации, я говорила, что достигать бизнес-адаптивности организация может через воплощение в жизнь, через имплементацию компетенций, которые у нас по краям фреймворка расположены в этих вот кружочках. организей, организейшн, налоги, дателин, портфолио менеджмент, депрайс, салюшн и так далее. То есть, воплощая в жизнь каждую из этих компетенций, здесь есть большие статьи про них, расписано конкретно, что это такое, есть ассэсменты, точно так же, как и на бизнес-гибкости есть ассэсменты. То есть, воплощение в жизни этих компетенций помогает достигать бизнес-адаптивности. Но сейчас как бы расписан с помощью вот этого пути потока ценностей бизнес-адаптивности расписан именно способ, как это можно сделать. То есть, был просто набор компетенций, а сейчас написано, каким образом это можно достигать. И вот, опять же, кликнув на этот шеврончик, на эту верхнюю часть фрейворка, можно посмотреть, посмотреть статью на тему этого потока ценностей и увидеть здесь, здесь много чего есть, в том числе про разные типа операционных, про разные типы систем, которые в сейфе тоже имплементируются, иерархическая и нетфорк-система. Но также можно увидеть и фрагмент про компетенции и про то, как компетенции встраиваются в этот поток ценностей. То есть, здесь указаны не просто шаги, которые можно воплощать в жизнь, чтобы достигнуть бизнес-ценности, то есть, не про создание продукта, а про создание бизнес-ценности. И можно увидеть, как каждый из компетенций поддерживает определенный шаг. То есть, опять же, здесь написаны конкретные шаги для достижения бизнес-адаптивности всей организации, и написано, на каком именно шаге включается та или иная, подключается та или иная компетенция. Хотя, опять же, скажу, что все они важны для достижения бизнес-ценности. Надеюсь, что вам понятно было то, что я сейчас объяснила. То есть, компетенции были, но добавился способ, каким образом можно достигать бизнес-адаптивности, и связан этот способ с компетенциями, на которых уже и так бизнес-адаптивность базировалась. Вот. Это... Так, это... Сейчас на статью хочу переключиться снова. Вот она. Это то, что касается первой темы, да, усиления основы для бизнес-адаптивности. Как я сказала, она состоит... Первая тема состоит из двух частей. То есть, я рассказала сейчас про первую часть, которая касается потока ценностей бизнес-адаптивности. Он так и называется. Да. А вторая часть касается именно вот усиления уже фундамента, то есть базиса. Ну, или, как я еще порой это называю, такой идеологическая, теоретическая база сейфа. Вот. В ней тоже произошли изменения. если мы посмотрим на версию 5, сейчас я посмотрим на нее, где-то она у меня была открыта, а вот она у меня открыта была, вот, то мы можем увидеть, что вот этот вот так называемый домик, как мне сказал один скромастер, домик уехал. Значит, да, действительно, домика здесь нет. вот здесь он был домик, пережили его производство, сейчас его здесь нет. Но не надо пугаться и расстраиваться раньше времени, если этот домик был дорог вашему сердцу. Домик, как бы, не уехал, он растворился в других сущностях. Значит, здесь вот есть отдельно в статье как раз говорится, что случилось с домиком, то есть, что я имею ввиду под домиком, вот я так про него говорю, может быть, некоторые в курсе, а некоторые нет. То есть, у нас вот, если кликнуть на эту иконку в пятой версии, я просто переключаюсь между пятой и шестой версией, надеюсь, вас это не путают, был такой вот домик, и здесь были, ну, такие, как это сказать, колонны в этом домике. Respect for people and culture, flow, innovation and relentless improvement. Сейчас это все, в принципе, осталось в сейфе. Например, Respect for people, уважение к людям стало одной из основных ценностей сейфа. Поток представлен, ценность потока представлена в принципе номер 6 сейфа, сейчас я тоже про это скажу. Innovation стала частью continuous learning culture компетенции. Компетенции это вот эти вот кружочки. которые мы только что разбирали с вами. Relentless improvement стала тоже ценностью сейфа. И ценности сейфа, да, изменилось, но это уже не касается непосредственно домика. То есть домик сам по себе разъехался как бы в принципы, да, в ценности уехал. И вместо него мы сейчас здесь видим ценности Agile. Посмотрим в пятой версии как это выглядело. В пятой версии был домик у нас, здесь все это было описано и тоже были ценности Agile. Это осталось, но вместо части Lean, вместо домика бережливого производства мы мы теперь видим пять лин принципов. Сейчас мы их увидим. Вот они. Да, то есть пять принципов лин мышления. Вот. Не знаю, стало ли вам от этого легче или сложнее. Я честно скажу, что когда рассказывают про эти теоретические основы студентам и про этот домик, когда обучаю или когда внедряю, когда сотрудникам это рассказывают, то не очень запоминался этот домик. люди запоминают домик и домик, а что там внутри, то есть так это не сильно это запоминается. Я думаю, что отчасти, потому что получается, что есть и так уже ценности сейфа, есть и так сейф принципы, а тут как бы еще тоже какие-то концепции, которые на них похожи. То есть мне кажется, идет какое-то дублирование немножко информации и мне бы как и тренеру, и как консультанту, и как практику было бы все-таки легче, если бы вот это теоретическое основание сейфа, вот эта идеология, она была попроще. Действительно, здесь было бы только самое-самое необходимое, потому что так, ну, как-то, мне кажется, избыточно получается. Но опять же, такое мое мнение, может быть, вам наоборот так как-то понятнее. Вот, то есть еще раз, вот была пятая версия, у нас был такой, здесь была внизу такая иконка в основании, Lean Agile Mindset, и там был домик, вот сейчас домик этот разъехался в ценности и в принципы, вот, а на месте домика у нас остались по-прежнему Agile Values и принципы и принципы лин-мышления, принципы лин-мышления. Так, мы все еще разбираем с вами первую тему, вот, и разбираем с вами основания. Дальше, значит, ценности, как я сказала, поменялись, в том числе вот этот вот домик, он же разъехался в ценности, вот, теперь они звучат как alignment, transparency, respect for people и непрерывное улучшение, relentless improvement. Мы можем посмотреть, что было с вами в пятой версии, вот, если мы нажмем на ценности сюда, это пятая версия предыдущая, то есть они выглядели так, building quality, transparency, program execution и alignment. Тоже не надо пугаться, там, ну, как бы, program execution подразумевается, что уже и так все направлены на, в общем-то, создание, да, продукта, создание рабочих решений, поэтому об этом уже не нужно говорить и building quality, она, ну, была эта статья переработана достаточно существенно, потому что в разных доменах, как бы, качество, значит, разное и нужна была больше, как бы, внимания уделить именно контекст, контекст обусловленному качеству, поэтому эти темы остались, но опять же, сейчас поменялись, по-другому сейчас выглядят основные ценности сейфа, то есть они сейчас выглядят Transparency, Respect for People, Relentless Improvement и Alignment, да, опять же, вот из этого домика Relentless Improvement и Respect for People, а Alignment и Transparency, они были, то есть прозрачность и выравнивание, то есть они уже существовали, вот. Почему я говорю, что может быть сложновато, тоже, когда был домик или когда вот сейчас тоже есть, есть Lean Agile Mindset, как бы мышление, мировоззрение, да, в фундаменте сейфа, есть, и в этом мейнсете уже есть и принципы Lean мышления и ценности Agile, и потом еще раз, как бы, мы говорим про ценности уже сейфа непосредственно, и потом еще есть сейф принципы, и они тоже поменялись, точнее поменялся один принцип, шестой принцип, Make Flow Value Without Interruptions, да, давайте посмотрим, как он звучал, он звучал, честно говоря, похоже, вот, Visualize and Limit VIP, Reduce Batch Sizes and Manage Cue Length, да, то есть как бы, ну, смысл такой же, то есть непрерывное, непрерывное, сейчас, где он у меня, я его близки теряю, непрерывная поставка ценности без каких-то прерываний, да, то есть, это тоже то, что изменилось, да, то есть, возвращаемся сюда, то есть, изменился Lean Agile Mindset, изменились ценности, изменились принципы, а именно один принцип изменился, изменился roadmap, сейчас я закрою вкладки, которые я сейчас открыла, чтобы они мне уже не мешали, изменился roadmap, roadmap внедрения сейфа, roadmap перехода организации на сейф, так, вот он у меня тут, вот он, значит, что конкретно тут поменялось, вот если мы посмотрим с вами пятую версию, то там до того, как вот было принято решение go save, то есть идти в сейф или не в сейф, то есть была какая-то история, которая была изображена на roadmap, то есть как будто бы в компании был waterfall или какой-то свой agile, который они сделали, и вот потом, как бы, компания определяется, идет в сейф, то сейчас вот этот вот, ну, не знаю, значит, это хвостом, но это вот префикс такой, да, он был удален, в принципе, ну, логично, ну, там, да, что-то, что-то было, было какое-то прошлое, и оно могло быть очень разнообразным в компании, да, как консультанту, неплохо бы об этом знать, но в принципе можно начинать внедрять сейф оттуда, откуда организация, вот там, из того места, в котором организация находится прямо сейчас, вот, поэтому мы начинаем с GoSafe, проводим leading save, проводим executive workshop, то есть он сейчас здесь был переработан, и он есть у вас в Toolkit'ах, ну, по крайней мере, у меня он есть с лицензией SPC, возможно, у вас он тоже есть, хотя он был и раньше, но он видоизменился, но он, я говорю, что он присутствовал раньше, значит, что здесь еще поменялось, вот просто на, вот в этой статье, как раз-таки указаны моменты, которые именно изменились, да, то есть, добавился этот workshop, то еще вот для Lean Agile Center of Excellence, для LACE, то есть для, как это скажем, основных агентов изменений, были переработаны, и сделаны как бы более ясными обязанности их, также добавился такой большой, скажем, тренд или вектор движения, это Leading in the Digital Age, то есть он о том, как лидеры как бы и ведут организацию в цифровой век, назовем это так, как они поддерживают, вот, то есть какие здесь тренинги нужно проводить, то есть если вы, я, наверное, пару слов сейчас скажу про этот roadmap, потому что я начала про него рассказывать, а мало ли вы не знаете, что это, то есть это способ, как внедряется сейф, и если вы, допустим, не знаете, где вы сейчас находитесь с внедрением сейфа, с переходом на сейф, то вы можете посмотреть на этот roadmap, и, может быть, вы получите ответ на этот вопрос, то есть такая ориентировочная модель, которую я часто при, применяю, или когда я занимаюсь консультированием, когда занимаюсь коучингом, когда организация, какие-то отдельные люди в организации не очень понимают, где мы сейчас находимся, ее можно показать, объяснить, где мы сейчас, задать им вопросы, спросить, как они думают, где мы, неплохо тоже для выравнивания работает, вообще я считаю, что это очень полезный инструмент, вот, и он достаточно наглядно демонстрирует, что нужно еще сделать, чтобы трансформироваться, чтобы дойти до бизнеса, адаптивности, какие шаги нужно выполнить еще, то есть вполне прикладной инструмент, вот, поменялся также у нас, вот здесь вот произошли изменения на пятом и шестом шаге, здесь у нас была идентификация потоков ценностей и артов, сейчас его просто как бы суммировали, так назвали его просто organize around value, то есть организуйтесь вокруг ценности, вот, здесь появился тоже воркшоп, как это можно делать, то есть такой мастер-класс, как именно нужно организовываться вокруг ценностей, сейчас он добавлен тоже в toolkits, вот, седьмой шаг поменялся, если вы посмотрите, он назывался extend to the portfolio, то есть пакетное управление, пакетное, извините, портфельное управление, как бы мы его внедряем уже и переводим организацию в него уже не в конце вот этого roadmap, а в конце этого roadmap уже подразумевается, что у вас уже есть какое-то портфельное управление на базе сейфа, на базе agile, да, но тут вы его как бы делаете лучше, тут вы его добавляете в него какие-то новые практики, то есть как бы это не что-то новое для организации, потому что действительно в организацию уже на этом шаге внедрены различные практики, могут быть и внедрены различные принципы управления портфелями на базе более адаптивных подходов к работе, на базе agile, и странно будет, если мы как бы в конце пути, в общем-то такого, ну условно в конце пути, скажем, организации, а сейчас мы будем внедрять вам портфельное управление, ну нет, вряд ли, то сейчас это скорее уже улучшение, и восьмой шаг был сильно переработан, он был раньше тоже, accelerate, то есть как бы ускоряемся, ускоряемся, эта статья была как-то улучшена, вот, и сейчас там есть конкретные рекомендации, как это можно делать, как можно ускоряться, вот, что можно измерять, то есть есть, ну как бы, ассессменты в разделе measure and grow, что можно измерять, как можно измерять, то есть что рекомендуется измерять, на что посмотреть, для того, чтобы ускорить бизнес-адаптивность. Это то, что касается вот этих изменений в implementation roadmap. И также в основании, в общем-то, у нас есть роль, описание роли SPC, то, что раньше называлось safe program consultant, сейчас это, видите, safe practice consultant стал, вот, эта роль, в общем, осталось, то же название изменилось, потому что программа была полностью, как бы, термин программа была полностью убрана из фреймворка, и я считаю, что это вот очень классное изменение, потому что в очень разных местах периодически всплывала эта программа, и было непонятно, а есть же арт, а при чем здесь программа, а вроде они на одном уровне, ну, то есть, вот это вызывало очень много путаницы, сейчас это убрали, и поэтому изменилось, в том числе и название стало не safe program consultant называться, а safe practice consultant, то есть, я сейчас называюсь консультант по практикам safe, или консультант практик safe, вот, и для многих ролей появились вот такие колеса обязанностей, колеса того, что нужно делать с той или иной роли, ну, и спс, видите, здесь множественное число, то есть, не обязательно один человек будет это все выполнять, там могут быть многие специалисты с этим, с этой, с этой, как бы, компетенция, да, то есть, они могут не только там проводить тренинги, но, честно говоря, раньше тоже так было, то есть, не было такого, что спс, это исключительно тот, кто читает тренинги, понятно, что и коучингом занимается, и занимался спс, коучингом и потока, и коучингом других вещей, и имплементацией safe, и внедрением изменений, и, как бы, являлся рулевой моделью Lineagell Майнсета и ускоряли бизнес, адаптивность SPC, то есть, как бы, да, сейчас эти зоны ответственности причесаны для SPC, но не сказать прям, что это, честно говоря, что-то такое очень новое, вот, это, опять же, то, что касается изменений в фундаменте, также изменились, изменился еще один очень такой яркий момент, если вы посмотрите на пятую версию, то у нас здесь была одна компетенция в основании Lineagell лидерства, это что значило, это значило, что в каждой конфигурации, помните, вначале рассказывала, когда мы только эту тему первую начали изменения обсуждать, что для разных конфигураций, как бы, важными являются разные компетенции, но без Lineagell лидерства, как вы видите, если я вот щелкаю между конфигурациями, то Lineagell лидерства везде остается, оно везде есть, вот эта вкладка overview, это просто про все компетенции, это пятая версия, сейчас смотрю пятую версию, вот, то сейчас, если я так буду кликать на шестой версии по конфигурациям, то будут оставаться все время две компетенции, которые являются фундаментом для любой конфигурации, то есть в любой конфигурации у вас должно быть Lineagell лидерства лидерства, и культура непрерывного обучения, вот, якобы без этого ни одна из конфигураций Safe не будет работать, ну, тоже не знаю, как бы, есть и другие важные компетенции, вот, и организационная адаптивность, и product delivery, и как бы team and technical agility, то есть, ну, я вот на них все смотрю, да, они важные, то есть, ну, сейчас выделили вот так, то есть, здесь у нас сейчас две компетенции, без которых Safe, ни одна из конфигураций Safe не будет работать. В общем-то, это, сейчас я посмотрю еще раз, все ли я вам здесь рассказала, так, по первой теме, по первой теме, да, да, это все, значит, это то, что касается первой темы, в принципе, немало, то есть, если вы хотите вот так summary быстро это запомнить, то есть, что изменилось, изменилось то, что сверху, изменилось то, что снизу, то есть, потолок, как бы, крыша, да, и изменилось основание, да, и дальше уже конкретно я рассказывала про изменения, вот, в этой верхней части Safe, но это и то, и то, как бы, можно сказать, что основа, основа Safe, ну, просто основу мы привыкли, что внизу, здесь они запряжены еще вверху, то, что оформляет, обрамляется, и в то, что, по сути, является, ну, да, важным идеологическим базисом Safe, вот, сейчас давайте перейдем с вами и посмотрим на вторую тему, которую мы сейчас вот в эту будем тему рассматривать, Empowering Teams and Clearfine Responsibilities, то есть, какие изменения у нас произошли в рамках вот этой вот темы, вверху, вверху,